привет всем заказывал себе с алиэкспресс новенький смартфон xiaomi mi 5 смартфон приходит в такой упаковке я сначала не понял как она вскрывается но тут липучка есть здесь такая коробочка что-то еще есть коробки переходник но вроде цивильный в отличие от mi4 c там какое-то было кривое такая вот упаковку смартфонами 5 сейчас я его открою сделать надо аккуратно вот такой красивый смартфон сейчас я при вас пленочку сниму потому что такое бывает не каждый день смотрите чувствуете что за совковая лампочка ну что за все испортила зараза посмотрите как элегантно выглядит этот смартфон черный экран и белые вставки смотрится очень хорошо когда я заказывал этот смартфон не было черной модели полностью но я в принципе не жалею потому что взял его за максимальную низкую цену 13200 рублей поскольку это не полноценный обзора скорее всего просто отчет о том что мне пришел смартфон я не буду показывать заднюю его часть кроме того там находится идентификатор который вам знать не нужно отклеил я наклейку см смартфона снял шторку защитную с камеры одноразовую но вот кто-то сюда бумажку наклеил на сам корпус это конечно косяк поскольку когда ее отсюда сдеру может остаться клей это палево сейчас я предлагаю визуально сравнить два смартфона мой предыдущий mi4i и мой настоящий mi5 mi4i я еще не продал потому что в принципе наверное смысла нет продавать конечно на авито всякие идиоты продают его от 6500 до 8000 до 7500 если уж быть честно но это бред его реальная цена 5000 за 6500 можно продавать пять лет этот смартфон основная причина из-за которой я перехожу с mi4i на mi5 это его троттлинг этот телефон очень сильно подвержен перегреву и тормозам прям уже до невозможности еще хотел отметить такую вещь что я заказывал этот смартфон в момент когда началась заварушка с компанией сяоми там с таможни что тип того они гонят контрафакт и наш таможни отсылает обратно в общем в китае что типа нефига сюда присылать всякое говно но это неправда смартфон это довольно таки качественный и никакой это не контрафакт по ходу просто у кого-то очень сильно начала бомбить скорее всего это ритейлер российские которые вот не хотят пускать компанию сяоми на российский рынок но тем не менее все обошлось смартфон лежит у меня на столе поэтому можете смело заказывать сайт aliexpress ссылка на смартфон будет в описании на этом все спасибо за внимание всем пока